Добрый день. Мой доклад про опыт работы по продвижению научной публикации сотрудников нашей организации на первом слайде, краткая информация об организации. Это российское предприятие, ведущее по области высокоточного приборостроения. Мы проводим несколько конференций ежегодно, издаем журнал «Героскопия и навигация». Более подробную информацию можно узнать на сайте. В организации трудится более 90 кандидатов наук, 16 докторов наук, в том числе академик, член-корреспондент Российской академии наук. Значит, научная деятельность сотрудников поддерживается с помощью целой системы мер. Это надбавки за осуществление научной деятельности, которые считаются там за публикации, за экспертную деятельность. Проводится ежегодно конкурс научных работ и патентов и осуществляется помощь сотрудникам в выступлениях на конференциях, в различных научных мероприятиях. Значит, о продвижении публикации. Сначала работа началась с размещения в базе данных РИНС в 2013 году. Хотя публикационной деятельностью концерна наше предприятие занимается уже более 80 лет, но к 2013 году были в РИНСы только статьи, которые сотрудники организации публиковали во внешних изданиях. За прошедшие годы размещено более 200 изданий, которые выпускает наш концерн. Соответственно, более 2200 публикаций наших сотрудников попало в эту базу. И видно, как изменился рейтинг ученых благодаря этому. Если в 2013 году были данные всего о 15 авторах, и максимальный индекс Хирша был равен 5, то сейчас максимальный индекс Хирша 26. У 40 ученых индекс Хирша больше 5, у 10 ученых больше 10. В общем, значительно поднялись показатели. Конечно, с одной стороны, это следствие того, что цитирование российскими учеными в основном идет российских и русскоязычных коллег. И в основном коллег по работе, по организации. Так вот, по данным РИНС, за 5 лет 55% цитирований – это взаимное цитирование коллег. Ну, такова ситуация, ничего плохого в этом нет, мне кажется. Главное – размещать все публикации своих сотрудников в базах данных. Здесь показан график того количества публикаций, которые сейчас присутствуют в РИНС, и их изменения по годам. Видно, что 70% – это тексты докладов на конференциях, 30% – это статьи в журналах. Таким образом, продвижение публикаций сотрудников организации, которые они делают на конференциях, очень важно. И сначала остановлюсь на этом. Вот здесь перечень конференций, которые проходят у нас в организации. Часть из них международные, часть в основном российские. И причем в российских с каждым годом увеличивается количество международных участников. То есть расширяется круг участвующих. Что касается международных конференций, то перед тем, как подавать их в базу данных с КОПУС на индексирование, мы, конечно, тщательно проанализировали их на соответствие с требованиями международных баз. И начали размещать, подавать их на рассмотрение, только имея полную уверенность в том, что они соответствуют требованиям. Также важный аспект для того, чтобы конференции были приняты, на наш взгляд, это привлечение международных профессиональных сообществ, таких как Институт инженеров электроники, электротехники, международных ассоциаций. Ну, это что касается, по крайней мере, технических наук. Значит, международные конференции были успешно приняты в базу с КОПУС. И после того, как мы начали публиковать материалы в системах, которые предоставляют международные профессиональные сообщества, например, IEEE Explorer, конференция стала попадать не каждый год, правда, но в App of Science, которая тоже размещается. Что касается конференций, имеющих преимущественно российское участие, то тут нами принята система публикации двух сборников. Первый на русском языке публикуются все состоявшиеся доклады, и он индексируется в РИНС. Это для участников конференции гарантированная публикация, которую обязательно делаем. Второе – это часть докладов отбираются программным комитетом, и авторам рекомендуется подготовить публикации на английском языке с тем, чтобы их опубликовать в издательстве, издание которого индексируется в СКОПУС. Значит, таких издательств, по крайней мере, в технических сферах и в естественных науках, есть несколько. Часть из них представлена на этом слайде. Практически во всех таких издательствах платные публикации, но они публикуются в режиме Open Access, что тоже немаловажно для продвижения этих материалов. Для того, чтобы даже в этом издательстве конференция была выбрана базой данных с КОПУС, то, естественно, нужно стараться максимально расширить географию участников. Лучше всего привлечь жесткоязычных авторов из других стран, которые известны в вашем направлении науки. Что мы делаем на наших конференциях. Дальше. Я говорил, что наш концерн издается журнал «Гироскопия и навигация» и его английскую версию с 2010 года, которая издается компанией «Плядис Паблишинг». Русский журнал, русскоязычный, имеет уже почти 80-летнюю историю. А английский издается 10 лет. Мы занимаемся... Значит, важный шаг по продвижению журнала – это было наше участие в конкурсе по государственной поддержке программ развития журналов, которая была в 2014-2016 году. Мы многому научились благодаря этой программе. Мы провели ряд мероприятий, вот электронная редакция появилась, расширился международный состав, ряд коллегий, рецензентов, научились делать тематические выпуски, ну, в общем, и другие были продвижения. По поводу продвижения именно журнала. Были предприняты... Был открыт доступ к русскоязычным текстам статей, что значительно расширило количество читателей. И занялись рекламой нашего журнала на тематических конференциях. К всему, кто, по крайней мере, известные нам люди ездили на... Ну, наши авторы, наши члены редколлегии посещали конференции, все развозили буклеты и старались там как-то продвигать на журнал. После этого конкурса в последние годы довольно эффективным оказался метод рассылки новостных сообщений, точечных тем, кого мы знаем, кто мог бы заинтересоваться тематикой нашего журнала, а именно срегистрированные пользователи электронной редакции, известные нам авторы статей по близкой тематике и авторы, например, статей, процитированных в данном выпуске журнала. Всех стараемся известить о выходе данного номера. Казалось бы, что это может быть воспринято как спам многими, но, как оказалось, достаточно с интересом, с большим реагируют на такие письма люди. Другие мероприятия, которые мы в последнее время практикуем, это по статьям, опубликованным в журнале проводим онлайн-семинары, которые вызывают достаточно большой интерес. Уже четыре семинара с присутствием более, там, до 60 участников, каждым достаточно активным обсуждением конкретных статей. На сайте журнала размещаем видеопрезентацию к опубликованным статьям. Ну, это, в мере, довольно трудно понять, как действует, но по отзывам читателей это вызывает интерес. Сам интерес можно выразить, на наш взгляд, в количестве скачиваний полных текстов статей с сайта журнала. Вот здесь показан типичный график роста количества скачиваний. Примерно за полтора года один номер скачивался, ну, порядка, там, 200-300 раз. И рост скачивания был достаточно плавный. Дальше здесь показан график роста количества скачиваний статей после начала активного продвижения журнала с помощью показанных на предыдущих слайдах мер. Как видно, каждый номер журнала, статьи каждого номера журнала скачиваются до двух, двух с половиной тысяч раз после этого. Внизу продолжается, вот внизу плавная, прямая линия внизу, это последний номер, скачивание последнего номера журнала, который не рекламировался и никак не продвигался. Вот это результат работы, выраженной в скачиваниях статей английской версии нашего журнала. Видно, что за 20-й год количество скачиваний выросло в два практически раза. Ну, и волнует, интересует больше цитирование журнала, которое совсем не обязательно соответствует росту скачиваний. Но, естественно, увеличение количества скачиваний, естественно, способствует росту цитирования. Однако можно предпринять и дополнительные меры по повышению цитирования. А именно на конференциях, которые проходят в организации, много знакомых, присутствует много знакомых авторов, которые в том числе и авторы журнала. И далеко не всегда авторы докладов на конференцию уделяют внимание спискам литературы, впадаваемых на конференцию в текстах. Можно обсудить и предложить этим авторам обратить внимание на статьи в журнале и откорректировать при желании списка литературы, что, в общем-то, с удовольствием воспринимается и учитывается авторами. Дальше члены редколлегии зачастую работают в качестве рецензентов в разных изданиях. Естественно, без какого-то нажима, но могут предлагать и соответствующие статьи, опубликованные в нашем журнале, что тоже зачастую действует. Сотрудники концерна публикуются в различных изданиях. И если обращать их внимание на статьи по подходящей тематике в журнале, то тоже часто это приносит цитирование. Вот дальше на слайде показан результат всех этих усилий. Значит, видно, как растет сайт «Скоро» в скопус. И в результате в этом году, вот сейчас журнал вышел в Q2 по данным «Шимага Джурнал Ранг». Ну, в общем, вроде неплохой результат. Ну и в заключение хочется сказать несколько слов о том, как в 2020 году вышло продвижение публикации. Во-первых, было решено, что авторы должны иметь возможность представить свои исследования. Поэтому все конференции, ни одна конференция, которая проходила за 2020 год и начало 2021, в нашей организации отменена, не была. Были проанализированы возможные типы проведения конференций, которые здесь перечислены. Вот, и все они практически использованы при работе. Так вот, сначала, когда только еще вводились ограничения, у нас шла традиционная конференция, пришлось распределить участников по помещениям, чтобы в одном присутствовало не больше разрешенного количества, и организовать взаимную трансляцию между помещениями, чтобы все шло в обычном режиме. Дальше прошла виртуальная конференция с использованием Zoom, которая сопровождалась размещением материалов на сайте, и как в Zoom могли идти обсуждения, так и в письменном виде на сайте. Когда ограничения стали менее жесткими, конференции перешли в смешанный формат, такой, как та конференция, на которой мы присутствуем, сочетающий очное и дистанционное участие слушателей и докладчиков, прошли две такие конференции. Одна из них достаточно большая, 680 ученых из 14 государств, было там 396 докладов. В общем, все, достаточно большая конференция. Вот, ну и в заключение хочется сделать несколько выводов, не претендующих на какую-то новизну, но проверенных на практике, что успешное продвижение публикации сотрудников возможно при целенаправленной работе по стимулированию этой деятельности и при обеспечении условий в виде проведения конференции и выпуска журналов в организации. Причем развитие журналов и проведение конференции должны быть между собой скоординированы, и это вместе повышает эффективность продвижения того и другого. Значит, ну, естественно, каждая конференция имеет свой уровень, свою аудиторию, должна иметь свой путь развития и продвижения в базу научного цитирования. Ну и показаны различные инструменты, использование которых дает заметный результат. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы или по e-mail. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok